Отрицаю Отрицаем Отреклись ли си сатаны? Я по царю и Богу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, значительная часть Руси нынче возвращается ко Христу. И невольно думается, не созрела ли в душе народной покаянная готовность нового обращения к Богу? Не способна ли душа народная так же мгновенно явить себя в своей доброй воле, как явила она себя 73 года тому назад в своей воле злой? КОНЕЦ КОНЕЦ Есть ли у России будущее? В прошлом ключ нашего будущего, только в нем. Если прошлое наше умерло, нет тогда у нас будущего. И вспоминаем мы ведь, когда-то была она Русь святая. Конечно, не потому, что все русские поголовно были святыми, а потому, что общепризнанным идеалом народа, мерилом, по которому каждый определял самого себя, была святость во Христе. Русь не просто приняла крещение. Она вся, буквально вся, устремилась ко Христу и свою жизнь не мыслила отдельно от жизни церкви. И появилась великая тайна святой Руси. Русский народ во имя духовной свободы жертвовал свободой личной. И потому не случайно так много монастырей было на святой Руси. У монахов учился народ тому, как в земных условиях душу свою устремить к горнему миру. Молитва, естественно, становилась во главу угла. Но монастыри в России были не только духовным центром, а становились также и хозяйственной силой. Монахи не только молились, но тяжко работали. И их монастырское хозяйство становилось образцом для широкой округи. Хранила Россия православие, а православие хранило Россию. Еще совсем недавно зима неверия почти на столетие сковала твои просторы. Прекрасен зимний пейзаж Руси. Но зима духовная, лютая, она невидима и ужасна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мерзость запустения в святом месте. Первый признак конца времен. Вот он, коллективный грех ума, которого по адскому напряжению еще не знал мир. Слепцы. Они не ведают, что творят. Кто, когда ослепил их? Раздели шеризы моя и об одежде моей меташе жребий. Вот оно, поругание Христа, начатое еще на Голгофе. И где? На святой Руси. Русь святая. Да ты ли это? Как могло это случиться с нашей многострадальной Родиной? Где истоки неслыханного безумия? Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин С крестом и молитвою начиналось каждое благое дело. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, произносили уста, и руки сами тянулись к Божьему делу. И вышел сеятель сеять, говорится в притче Христовой. И каждый стремился, дабы семя не упало на камень, не заросло бурьяном, не было растоптано при дороге, а упало на почву добрую и принесло плод добрый. Так же взращивали и хлеб небесный, и на духовную жатву выходили всем миром. И крестный ход в каждый великий праздник совпадал либо с жатвою, либо с севом, либо с подготовкой к урожаю. Обильно была духовная жатва, обиленный земной урожай, кормивший всю Россию и треть Европы. Когда же начинался разлад и междоусобица, пустели поля и амбары, приходили в запустение храмы. Говорят, что веры нет, и я говорю, что нет веры. Об оскудении веры в те времена говорили многие. Чувствовалось, что утрачивается что-то жизненно важное. Инстинкт самосохранения подсказывал, что надо спасать и сохранять веру. Но голоса эти тонули в общем хоре нарастающей социальной вражды и ненависти. Еще Петр вывел насильственно русского человека из церкви. Самая тяжкая смута поселилась в сердцах и умах этих людей где-то в начале века. Образованным людям дьявол стал нашептывать, что вера, где противоречит науке. Простолюдинам сатана стал указывать на богатство в закромах у соседа. Все средства хороши, дабы отвратить взор от храма. Редко заходил в церковь Пушкин. Уже не понимал таинства службы Лев Толстой. На людей образованных и при этом молящихся стали смотреть, как на дикарей. Вот воспоминания оптинского старца Варсонофия. Он пришел в монастырь, отринув воинскую карьеру уже на вершине ее в чине полковника. Я частенько стал бывать в монастыре к великому смущению моих сослуживцев. Что с ним сделалось? Он, принятый во многих аристократических семействах, находит удовольствие в беседе с монахами. Да он просто с ума сошел. Однако пост он занимает ответственный, мобилизацией всей армии Восточной России, и он вполне с ним справляется. Ну уж не знаю, как это происходит, а только он с монахами познакомился. Последний довод казался таким убедительным, что умолкали голоса, пробовавшие защищать. И все успокаивалось на одном выводе. Сердечно жаль его, а умный был человек. В этих словах, как в зеркале, вся глубина неверия. Общество стало слепнуть и глохнуть. Сейчас мы смотрим друг на друга сквозь бездну неслыханных испытаний. Они глядят на нас, мы на них. Теперь и мы, и они знаем. Нет истины вне Христа. Гробница святого Иоанна Кронштадтского. Каждый день сюда стекаются толпы народа. Так стекались к нему и при его жизни, получая духовное и телесное исцеление. Антон Палыч Чехов, рассказывая о своей поездке на Сахалин, вспоминал, в какой бы дом я ни заходил, я везде видел на стене портрет отца Иоанна Кронштадтского. Это был пастырь и великий молитвенник, на которого с надеждой были обращены взоры всего народа. Не послушали, не услышали слова пророка. Сегодня уже свершилось все, что сказал Батюшка Всероссийский. Как хитер и лукав сатана. Чтобы погубить Россию, он раздул в ней безверие и разврат через злонамеренных писателей, через средние и высшие школы и через так называемую интеллигенцию. На почве безверия, малодушия, слободушия, безнравственности совершается распадение государства. Без насаждения веры и страха Божия среди народов России, она не сможет устоять. Почему русские люди не услышали великого предостережения и докатились до страшного кровавого безбожия, конца края которому все еще не видно? Слишком далеко зашла болезнь духа. В душах многих людей безверие стало необратимым. Нет, конечно, не вся Россия была одурманена. Эти люди остались со Христом. В будущем многие из них вынуждены будут покинуть Россию. Сейчас они еще не знают об этом. Не знают, какими путями поведет их Господь. Но за дьяволом они не пойдут, ибо искренне и на всю жизнь отреклись от сатаны и от дел его. После страшных кровавых сражений в России воцарилось безбожие. В чем же главная трагедия? Русский народ был оторван от молитвы сердечной, от своей православной культуры. И в этом самая главная трагедия. И мы здесь за границей, которые вышли за границу. Ведь если посчитать, сколько эмигрантов вышло из России со всех ее необъятных границ, то, наверное, до 8 миллионов покинуло русскую землю. в одиночестве группами и целыми полками целой армией русские корабли отчаливали от Севастополя. На Градскую пристань высыпало почти пол города севастопольцев, которые оставались. И мы прощались. Они нам сделали земной поклон. Они нас не осуждали. И мы не осуждали, что они остаются. На корабле священник совершал молебен напуственный. И тоже все эмигранты будущие встали на колени и прощали с своей родиной. Это, наверное, уникальное явление во всей истории человечества, такое прощание своей родиной. И вот мы за границей сейчас. Наша эмиграция поначалу называлась политической. И так долго мы подчинялись этому слову. Но очень скоро мы поняли, что мы совсем никакая не политическая эмиграция. Совсем не политическая. Мы ультра религиозная духовная эмиграция. Сегодня ясно. Эмиграция была великим исходом. Святая Русь уносила свои святыни, дабы сберечь их для Родины и приумножить во всех концах земли. Но первые русские эмигранты этого еще не понимали. На тяжких работах в шахтах, на стройках, заводах чужих стран, ненужные там никому, они жались друг другу, что с нами будет. И тогда из глубины их верующих сердец исторглась единственно утешительная и всех объединяющие. Пресвятая Бога Раисе Спаси Вас Рейх . Продолжение следует... Молится Русь посреди Австралии, хранит свою веру. На Руси великое водосвятие во время крещенских морозов, а здесь привычная австралийская жара. Но слова святые все те же. Во Иордане, крещающуюся Тебе, Господи, тройческое явися поклонение. Со Христом во Иордане, как и две тысячи лет назад, снова и снова принимаем крещение. А вот предки тех, кого мы только что видели за богослужением. Чудом сохранившийся фильм, снятый в те далекие годы казаками о своем житье-бытии в Манчжурии, трогательно доносит до нас их живые голоса. Мы, казаки, никогда не забываем, что наши отцы и братья прославили казачье имя как часть российской императорской армии и никогда не перестаем укреплять воинский дух и дело для восстановления обновленной родины, ради чего мы готовы пожертвовать своей жизнью. После недели тяжелой, но свободной работы в воскресенье все с полей возвращаются в поселки и идут в церкви молиться Богу и благодарить Его за все милости. Русские изгнанники за границей поначалу думали, что главный долг их сохранить армию для дальнейшей борьбы. Но постепенно, с годами стало понятно, что иным был Господень замысел. Битва земная должна была стать битвою духовной. И в этом духовном единоборстве с дьяволом, им, потерпевшим поражение в битве земной, предстояла теперь духовная победа. И они, молящиеся в одном из первых православных храмов Манчжурии, и их горячей молитвой спасена Россия, ныне принимающая второе крещение. Их духовная битва за веру ныне увенчивается победой. Где б не появлялись наши изгнанники, первым делом закладывали и возводили храм. Ибо если есть православный храм, значит, есть Россия. Вот так хранят они православие здесь, в далекой Австралии, заботясь о немощных и престарелых. Ведь еще с древнейших времен крещения Руси всем сердцем восприняли русские люди главную заповедь закона Божия о любви к Богу и ближним. С тех пор смирение и милосердие стали как бы национальными чертами характера русского человека в отношении ко всем, а особенно к нуждающимся в помощи и сострадании. Да слез трогает, когда узнаешь, что там, за океаном, в Австралии, наши соотечественники, родные православные люди, завершая свой земной путь, как вот эта русская старушка, просят о христианской кончине, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном судище Христовом. Таких ухоженных кладбищ ныне нет на Руси. А здесь, вдали от России, истинная Россия, ибо так и подобает почить православному человеку среди единоверцев, под благодатную сенью храма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Совсем непросто воспитывать русских детей на чужбине. Они учатся вместе со сверстниками, а потом еще дополнительно в субботу занимаются русским языком. Наступает время поста, и в отличие от своих товарищей, они не могут есть мясо, развлекаться и веселиться. Очень трудно объяснить детям, почему они должны идти на такие жертвы, совсем немалые в этом возрасте. Потому что вы русские, православные, и надо, чтобы ребенок понял. Посмотрите на их лица, и вы убедитесь. Но как трудно хранить в душе Слово Божие, когда вокруг такая без насоблазнов. Православие во все времена истории стыдливо отводило глаза от мирской роскоши. А тут не просто роскошь, не просто богатство, а постоянный общедоступный соблазн для всех и каждого. Здесь труднее быть православным, нежели в бедной и разоренной России. Это настоящее чудо. Православный монастырь посреди Австралии. Замить лечебную милость, присыпай, Благородица, Сына, с красной Тясти, чистой и единого, бред от века доброту Яковлю, превезначально Слово, и вселися в Тя благотрубе Рати, обнови человеческое естество, и, Боже, в воде непрестанно от всяких мне избавитесь от скорби. Скою мя отриду, если от лица Твоего свете незагодимы, и покрыло местью ждает новая ногу, но обратиме к свету заповедей Твоих, пути мая направи, молюся. Вот ведь как обернулся промысел Божий. Восемь миллионов русских изгнанников разнесли по всему свету семена благодатной православной жизни. Тихие обители, наполненные трудом и молитвой. Молитвой и трудом готовят и ныне в тишине и молитве наше грядущее возрождение. Молитвой и трудом готовят и ныне «Спасение России» выйдет из монастыря Атынака. Иерусалим – град небесный на земле. Образ земного рая. Здесь была возвещена истина. Главная святыня христианского мира – храм на месте гроба Господня. Храм на месте гроба Господня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приняв в России мученическую смерть за веру Христову Незримо присутствует это место в сердце каждого православного Когда он сораспинается со Христом Вся верующая Россия взошла на свою Голгофу в эти 70 лет Когда ежедневно и ежечасно распинали святую церковь Неудивительно, что Россия, тысячу лет исповедующая Христа, идет к своему Спасителю И Христос принял русских людей, пришедших в его город Посмотрите, сколько православных русских владений Оберегают драгоценные святыни Иерусалима Гефсиманская весть Место Иудина лапзания и пленения Господа Отсюда власть тьмы Богоборческое неверие распространилось на всю Вселенную Но здесь и начался искупительный подвиг Спасителя Его моление о чаше Принятие им на себя грехов всего мира Не являет ли сие место Тайну русской церкви Преданной и распятой своими чадами в начале 20-го столетия Не говорит ли и ныне Гефсимания О миллионах православных русских Избитых руками лже-братьей и отступников от веры Место Вознесения Господа Иисуса Христа Храм Вознесения, оживляемый молитвами русских Свидетельствует о Втором Пришествии Как свеча, уходя крестами в небо Для православного человека Монастырская трапеза имеет особый смысл Мы всегда вспоминаем, что сам Христос за трапезой Передал апостолам таинство Евхаристии Для нас пасхальная трапеза Есть земной прообраз духовного небесного пира Где много званых, но мало избранных Православная часовня На месте обретения главы Иоанна Предтечи Тоже владение русских Этот угодник Божий Ангел покаяния Особенно любим русским народом У мамврийского дуба невольно замирает сердце Не сон ли это? Дуб, под которым Авраам принял святую троицу Знакомый каждому русскому по-рублевской троице Здесь он у нас перед глазами И даже форму свою сохранил Все так же изогнут, как и тысячи лет назад И осеняет мир теперь уже не кроной А иссохшими ветвями Но осеняет И хранит сию святыню Русский православный монах Не свидетельствует ли это, что Русской церкви вверена тайна троицы Тайна неизреченная Душа всего христианства А потому С благоговением должны мы понять Что не суетными помыслами людей А неизреченным промыслом Божиим Рассеяны русские православные люди По всему свету Если в Иерусалиме хранят они Главные святыни христианского мира То и вдали от святаго Града В далекой Америке Им заповедана та же тайна Как же озаряется все вокруг Посреди бездушной современной цивилизации Когда увидишь лик православной иконы Вот как здесь Посреди Нью-Йорка А здесь Джордан Вилле Самый настоящий уголок Святой Руси Так и называют его наши эмигранты Уголок Святой Руси А еще они говорят Наказывая Господь одновременно и указывает Русскому народу Путь ко спасению Сделав его проповедником Православия по всей вселенной Таким образом Русские за рубежом Ведя себя как подобает Истинным православным христианам Приготовят путь Для проповеди всемирного покаяния Которое начнется С России Истинным православным христианам Истинным православным христианам Иверская икона Божьей Матери. Денно и нощно источает она благоуханная мира, приносящая духовное, а иногда и телесное исцеление удостойных ее благодати. Но об этом явленном чуде надо рассказать подробнее, ведь оно свершилось в наши дни и прямо у нас на глазах. Написана эта икона на Афоне в 1981 году греческим монахом с оригинала Богоматери Вратарницы. А привез ее с Афона в Монреаль Иосиф Муниескортес, испанец, давно принявший православие. Как дивно все сплелось воедино. Греческий православный монастырь, испанский паломник, Канада, где русские изгнанники хранят святыню, и тысячи верующих всех национальностей, припадающих к благодатному образу. Вот оно, истинно русское, истинно православное, не ведающие границ. Кортес рассказывает, 24 ноября 1982 года в 3 часа ночи я проснулся от сильного благоухания. Вся икона была покрыта благоухающим миром. Я застыл на месте от такого чуда. С тех пор икона Божией Матери постоянно мироточит, за исключением страстных недель. Замечательно, что миро истекает главным образом из рук Богоматери и Христа, а также и звезды, находящейся на правом плече Пречистой. В то же время, задняя сторона иконы всегда сухая. Икона исцелила 14-летнюю девочку от тяжелой формы лейкоза. Исцелила она многих и многих. Ватки, пропитанные этим благодатным миром, разошлись теперь уже по всему Белому Свету. Исцелия!!! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Истекает из сего источника и незримая мира неустанной православной проповеди. В годы, когда в России запрещено было Слово Божие за пределами храма, отсюда шел неиссякаемый источник духовного окормления. Духовная жажда и голод в нашей земле столь велики, что, конечно, не насытит их полностью духовный центр Джордан Вилли. Но всегда мы будем помнить, что духовная пища для голодающей духом Родины не прекращалась в самые лютые времена. Русские за рубежом никогда не забывали своих братьев в России, переправляли к нам Библию, богослужебную литературу, творение святых отцов. Душой православной церкви в изгнании стал митрополит Антоний Храповицкий. Когда владыка покидал невольно Россию, то говорил, единственное, что надо брать с собой, вот эту книгу, ибо в ней сказано, как хранить нам неповрежденной нашу православную веру. Неповрежденная вера, полнота веры, это и есть великая русская тайна. Мы это узнали на своем опыте. Только полнота веры сможет спасти в страшное время. В роковые минуты, в часы тяжких испытаний, приходят такие подвижники, как патриарх Тихон, а за ним сон мучеников за веру истинную. Последний царь России, царь православный. Император сам переносит святые мощи преподобного Серафима Саровского. В этих глазах словно отражено предчувствие грядущей мученической кончины, а правильнее сказать, готовность к мученичеству, знак истинной веры. Православный царь пошел на Голгофу, а за ним на Голгофу пошел и русский народ. Голгофу пошел на Голгофу, Голгофу пошел на Голгофу, Голгофу пошел на Голгофу. В эти страшные времена пошатнулись и столпы церкви. Полнота веры стала покидать даже ее некоторых иерархов. Выразим всенародно нашу благодарность советскому правительству за внимание к духовным нуждам православного населения. Гонения на религию в СССР никогда не было и нет. Сведения, помещенные в заграничной прессе относительно жестокости, чинимых атеистами советской власти, по отношению к священнослужителям, сплошной вымысел, клевета, совершенно недостойная серьезных людей. Из послания митрополита Сергия, поставленного в то время во главе церкви. Когда-то безукоризненный монах, благоговейный архипастырь, добрый воспитатель духовного юношества. Что случилось с ним в эти годы? Случилось обычное, человеческое. Не выдержал мук за стенков НКВД, вышел оттуда сломленным. Конечно, у опытного пастыря и богослова нашлись слова для оправдания чисто человеческой слабости. Надо где спасать церковь, сохранить живые силы для будущего. У других нашлись силы преодолеть соблазн компромисса с безбожной властью и назвать все своими именами. За судьбу церкви Божией я не боюсь, писал из тюрьмы за два дня до расстрела митрополит Вениамин. Веры надо больше. Больше надо иметь ее нам, пастырем. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божией. Страшны рассуждения некоторых, может быть, верующих пастырей. Надо хранить силы, то есть их ради поступаться всем. Тогда Христос на что? Не мы спасаем церковь, а Христос. Но не будем осуждать дрогнувших. А только вспомним, что церковь должна во всем подражать Христу. Вот та самая гора, где дух зла пытался самого Сына Божия увлечь картиной внешнего легкого успеха. И тогда дьявол возвел Иисуса Христа на высокую гору и показал Ему все царства мира и сказал, «Все это дам Тебе, если Ты падше поклонишься Мне». Иисус Христос сказал Ему, «Изыди от Меня, сатана!» Ибо сказано в Писании, «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». «Вы не вняли примеру с Христа святых мучеников и исповедников, отвергших такой компромисс, а поклонились исконному врагу нашего спасения. Отрекитесь во всеуслышание от всей этой лжи», просили митрополита Сергия достойнейшие иерархи, а также масса верующих и пастырей. Так и не внял им патриарх Сергий до самой смерти своей. У гроба почившего патриарха помолимся за него и вспомним, сколь губителен для церкви путь любых, даже самых малых компромиссов с врагом рода человеческого. Патриарх Сергий почил, а сергианство распространило свое губительное влияние. И, наверное, не случайно с тех пор в России так и не переиздавался канон, по которому обязана жить церковь. Не переиздавали, потому что многие правила его говорят о недопустимости компромисса с богопротивной властью в делах веры. Не пошла подлинная православная Россия по пути сергианства. Вот слова, которыми истинные пастыри всегда обезоруживали врагов церкви. Что вы мне сделаете? Я монах. Лишите имущества. Я уже заранее отрекся от него. Осудите на изгнание. Я и без того не принадлежу миру и земле. Лишите жизни. Для меня жизнь только лишение, подвиг, борьба, страдание, а вовсе не наслаждение. И я уже сам всю жизнь свою посвятил одному Богу. Словом, я монах. Что же вы мне сделаете? Вот они, отдавшие свою жизнь за веру, спасшие Россию от духовной гибели. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы ждем этого духовного спасения Субтитры создавал DimaTorzok Они растут как грибы после хорошего дождя И каждая партия предлагает какие-то свои рецепты На возрождение России, на врождение экономики и прочее Того не понимая, что надо обновить русское сердце Если у вас нет сердца, вы ничего не будете делать Вы сами знаете все прекрасно, мы знаем это каждый по своему личному опыту Что без сердца нельзя делать никакого дела Если нет сердца никакому делу, дело не будет спориться Ничего не выйдет из этого Так вот, нужно истелить сердце русское Оно зряхлое сейчас Оно опустошенное Безбожие опустошенное Оно пустое совершенно И вот нужно его заполнить И чем его заполнить надо? Молитвою Вот когда русский человек начнется сердечно молиться То восстановится финансы, восстановится, все восстановится Потому что сердце диктует всему Диктует рукам, ногам, всему человеку Уму его диктует Как делать, что делать, как лучше сделать Это тайна вообще всякого человека А в особенности русского человека Который себя назвал святой Русью Это слово вышло не из кабинета министерства Это не вышло из-под пера ученого писателя Это вышло из недр русского народа Сам Господь его так назвал И нельзя предписать никому это название Оно вышло из стихии Из сердца русского молящегося человека Да, существует Русь, святая Русь И чем она больше займет место в России Чем Россия будет лучше жить Народ Твой, заблудший, страстьми обуреваемый Враждою и завистью снедаемый Соблазном многим самоохотне предавшийся Тебе изменивший и от веры Твоей, святые, отвергшийся Ты, о премилосердный Господи, прости и помилуй Милостью Твоей посети Изнеможение духа его уврачуй Прельщение обманов разжени Надлежащие соблазны ослаби И всяный благодатную силою Твоей Защити и сохрани И сердцу нашему Чуете истину даруй Радуйся, Господи, Господи, Господи Моя человеческий и помысл ПЕСНЯ 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 Это не что-то эмоциональное, это не что-то сантиментальное, это наука из всех наук. Потому что наша главная трагедия всего рода человеческого, что мы думаем одно, чувствуем другое, говорим третье, делаем четвертое, у нас как по басне Крылова, щука, лебедь и рак. И это участь всего рода человеческого. Так вот, когда мы молимся, то Церковь Христова нас учит, что в молитве должны быть привлечены все силы человеческой души в одну точку. Потому что всегда перед нами должен быть факел огня высшего, чтобы мы к нему стремились. Мы, может быть, не достигнем его, но должен гореть факел высшего духовного звания, высшей духовности. А это и есть высшая духовность, непрестанно молитесь. И как это совершается? А вот так, если мы попросили Господа помолиться сердцем, и мы помолились, это столько дает радости, столько дает тишины всему человеческому средства. И тут мы заплачем, и мы заплачем сладкими слезами, заплачем, которые моют нас, как водой от всех грехов наших. И мы никогда этого не забудем. И мы захотим затем снова вернуться к этому состоянию, ибо это такое состояние, которое не просто счастье. Счастье – это бледное слово, это блаженство, уже теперь на земле ощущаемое теми, кто испытал сердечную молитву. Ибо на сердце Бог сразу же отвечает. В сердце вся личность человеческая, все в человеке – в сердце. Это его динамизм, это вся его личность в совокупности находится в сердце. Человек, который очень образованный, но сердце его занято страстями – это ходячая энциклопедия, от которой холодно. Хотя он знает масса вещей, но у него нет сердца, и он холоден, как лягушка. А человек – простой мужичок, который молится сердцем, ничего не знает. От него идет тепло, как от того мужичка. Помните Достоевского «Марий»? Вспомните, прочитайте его еще раз, и вы увидите, сколько в нем премудрости, сколько в нем сердца и любви. Итак, значит, сердце, оказывается, имеет возможность независимости. И если вот так мы потом захотим снова вернуться к этой сердечной молитве, и идут дальше бесконечные степени молитвы. Но и дай Бог нам хотя бы встать на эту, на первую ступеньку настоящей молитвы, молитвы сердечной, и от этого выйдет все возрождение России так просто, без всяких хитростей, без всяких программ политических, общественных и социальных. Когда сердце русское будет молящееся, а все будет спориться, Россия снова вернется в тот прекрасный свой удел на земле, когда она будет светлой, светлой страницей для всех народов. Субтитры создавал DimaTorzok